Пасторский день 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 вы способны это жить дома, то вы 100% будете способны жить это вне дома. И сегодняшняя тема о долготерпении с целью, да, растем вместе, наверное, одна из самых тяжелых проповедей в подготовке, которые мне пришлось пережить, наверное, никогда за ближайшие несколько месяцев не провалил столько тестов на долготерпение, как за последнюю неделю. Еще немножко приболел, знаете, когда голова болит, немножко такой раздраженный нос и все остальное, намного легче не проявлять долготерпение, чем его проявлять. Тем не менее, эта тема важная, и она на самом деле очень практична, это то, с чем приходится сталкиваться ежедневно. Опять же, хочу еще раз повторить эту фразу, то, что мы говорим о проявлении Духа Святого в семейных отношениях. То есть, если в семейных отношениях есть Дух Святой, если в вашей семье, муж и жена, родители и дети есть Дух Святой, есть его активное участие, то тогда и есть проявление качеств, проявление плодов Духа Святого. Эти плоды – это результат в комплексе. Ты не можешь сказать, у меня есть любовь, но на радость меня уже не хватает. Я все силы потратил на кротость, но с терпением надо. Нет, это то, что если есть Дух Святой, то есть вот все его проявления. Это то, что в комплексе развивается, и они все между собой связаны. Не может быть одно без другого. Они взаимосвязаны. И сегодня мы говорим о долготерпении. И это то, о чем уже в самом начале сказал Павел. Кстати, Павел первый раз сегодня ведет служение. Было интересно наблюдать. Всегда его вижу таким уверенным. Иногда прихожу к ним на группу. Павел так четенько, он даже других заставляет себя, может быть, чувствовать немножко дискомфортно. Здесь он первый раз вел. Я первый раз увидел, когда Павел чувствует себя дискомфортно. Подойдите его, ободрите, поблагодарите. Я думаю, это будет полезно. Я ему ужасал, что второе служение лучше, чем первое. Уже так прогресс налицо. Извините. Итак, Павел уже привел в пример Бога, который является примером или эталоном долготерпения. И я хотел бы извлечь просто принцип и заложить этот фундамент, почему долготерпение важно. Долготерпение в взаимоотношениях Бога и человека важно, потому что это то, что приведет или приводит к спасению. Человек спасается. Да, к жертве Иисуса Христа мы об этом поговорим. Да, еще какие-то моменты. Любовь, милость. Но конкретно написано, что долготерпение Бога ведет тебя к покаянию. Результатом долготерпения является спасение. Давайте вот это вот запомним. В самом начале результатом долготерпения является спасение. Без долготерпения нету спасения. И эта фраза имеет прямое отношение к семейным отношениям тоже, потому что когда мы идем к браку или к бракосочетанию, центральным событием бракосочетания является не вход невесты или деток с лепестками и кольцами, не обмен кольцами, не поцелуя, это больше всего фотографируемый момент свадьбы с разных ракурсов. Нет, это центральное событие бракосочетания. Это когда жених стоит лицом к невесте, они смотрят в глаза друг к другу, держат за руки друг друга и говорят «Я обещаю». Потому что бракосочетание – это заключение завета. Это не брачный договор, это не что-то еще. Это именно завет, где они пред лицом Бога, призывая Бога, во свидетели говорят «Я обещаю любить тебя, быть верным, быть с тобой в горести и в радости, в богатстве и в бедности, в старости и в молодости, в разных переживаниях. Я обещаю быть с тобой». И как я до этого говорил, наверное, нет ничего более глупого, что могут сделать молодые люди. Как ты можешь обещать то, с чем ты еще не сталкивался? Ты не знаешь, как это делить, последний доллар, на что его потратить. Ты не знаешь, когда это она вся, может быть, с токсикозом во время беременности или что-то еще. И ты не знаешь, что такое быть вместе в болезни или в горести, или вместе потерять ребенка. Ты не знаешь, что это. Поэтому обещание, которое ты произносишь, ты произносишь его в надежде, в уповании на Бога. Поэтому брак заключается с участием Бога. Бог закрепляет брак. Бог соединяет людей в браке. И без Бога брак построить и прожить невозможно. Завет заключается в надежде, в надежде на Бога, что с его помощью мы построим этот брак благословенным, соблюдая условия завета. Потому что женятся два грешника. Женятся два несовершенства. Два человека со своим багажом, со своими тараканами, со своими недостатками. И они женятся. И счастливый брак – это не то, что есть в начале. Это не медовый месяц, некрасивое время среди пальм на островах и песок. Счастливый брак – это не то, что в начале, а это то, к чему надо прийти через череду неожиданностей, разочарований, тяжелых ситуаций, потерь, конфликтов и так далее. Счастливый брак надо построить. Это не то, что ты получаешь по умолчанию в самом начале, первые пару месяцев разуйтесь до первой ссоры, а может быть только первые пару часов. Счастливый брак – это результат, а не начало. Это результат, который надо построить, результат, которому надо прийти. И вот как раз здесь необходимо терпение. Вот как раз здесь необходимо терпение. Знаете, терпение является очень полезным в разрешении различных ситуаций. Проблема в том, что в мире скоростей и микроволново, когда ты можешь себе приготовить обед, а точнее разогреть обед, да, в течение двух минут максимум, терпение не в тренде. К сожалению, в современном мире, где все движется быстро и многое не может ждать, терпение зачастую оказывается на задворках семейной жизни. Мы хотим здесь и сейчас. Мы хотим, чтобы сейчас мне было хорошо. Мы хотим, чтобы здесь было хорошо. И если моя жена не способна прямо здесь и сейчас дать то, что мне делает хорошо, я иду искать. Это на стороне. Потому что там это быстро и так, как я хочу. Если мой муж мне не дает то, что здесь и сейчас я хочу прямо вот сейчас, я иду и ищу это там, где я получу это прямо сейчас. Терпение не в тренде, и оно на задворках, как я сказал, уже семейной жизни. Но оно так важно для того, чтобы построить счастливый брак. Различные ситуации неизбежны в любых отношениях, потому что это и есть взаимоотношения, да, проходить вместе через разные обстоятельства, через разные конфликты, недопонимания, потери. Но вот именно способность подождать, прислушиваться, выслушивать помогает решать конфликты. Итак, давайте обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что Библия учит нас по поводу терпения. Где его взять, откуда оно берется, как оно проявляется и к чему оно приводит. Послание Якова, первая глава, очень известный всем отрывок, или многим известный отрывок. Послание Якова, первая глава, со второго стиха. С великой, с большой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Не потому что вам нравится боль, не потому что вам нравится переживание, не потому что вам нравится оскорбеть, не потому что вы, мазохисты, да, любите боль, он говорит, с великой радостью принимайте, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное или законченное, завершенное действие. Для чего? Чтобы вы были совершены или завершены, окончательно сформированы во всей полноте, без всякого недостатка. Итак, апостол Яков говорит, принимайте с радостью, когда впадаете, попадаете, да, не сами создаете, а впадаете в эти искушения, потому что вы что-то знаете, что испытание веры вашей производит терпение, которое призвано сделать вас совершенными. Я хотел бы сразу ожидать определение слова искушение или испытание, и оно не имеет ничего общего со словом проверка. Испытывает Бог, это не значит, что он проверяет. Богу не надо тебя проверять, Бог знает, из чего ты состоишь, Бог знает состояние твоего сердца. В притчах есть очень важный стих. Горнило для серебра, плавильня для серебра и горнило для золота, но сердце человеческое испытывает Господь. Здесь используется еврейский параллелизм. Когда мастер кидает драгоценный металл или золото или серебро в горнило и плавит, он его не проверяет, при какой температуре оно закипит. Он знает температуру кипения, именно поэтому он и мастер. Он знает, до какой температуры надо довести золото с той целью, чтобы очистить его и придать ему необходимую форму. Иногда его нужно полностью расплавить, да, в жидкости иногда просто его надо размягчить, чтобы придать ему определенную форму. Но вот что есть испытание, не проверка. Бог знает температуру кипения твоего сердца. Бог знает пределы твоих возможностей. Бог знает пределы твоей силы. И мы об этом еще поговорим, да. Он не проверяет тебя. Он посылает или допускает испытания, искушения для того, чтобы сформировать тебя, чтобы очистить тебя и чтобы придать тебе нужную форму, сделать тебя совершенным. То есть вот что такое испытание. Закалка веры, оно дает результат терпения, без которого ты не достигнешь совершенства. Получается, ты терпишь тогда, когда ты веришь. Ты терпишь тогда, когда ты веришь. Терпение – это результат веры. И наоборот, мы перестаем терпеть тогда, когда мы теряем веру. Я не верю, что он изменится. Я не верю, что из этого ребенка что-то получится. Я уже потерял всякую надежду. Знакомые фразы? И мы перестаем терпеть тогда, когда мы потеряли веру. Веру в то, что он изменится, в то, что он любит, в то, что произойдет чудо, в то, что он наконец-то поймет. Мы перестаем терпеть тогда, когда мы теряем веру, когда мы перестаем верить. И здесь вот урок номер один, который я хотел бы извлечь из этого текста. Терпение есть тогда, когда есть вера. Но вера не в человека, вера не в то, что человек изменится, когда есть вера в Бога. Я верю в Божье действие в этом человеке. Я верю в Божье действие в моей семье. Я верю в участие Духа Святого в моей семье. Я верю в силу Божьего Слова, которое я говорю своим детям. Я верю в Бога, не в человека, не в то, что он что-то сделает, не в то, что он на что-то способен. Я верю, что тот, кто начал в нем свое действие, будет совершать его до конца. Потому что люди всегда тебя разочаруют. Люди всегда... Нет ничего более непостоянного, чем человек. Прогнозы погоды намного постояннее, чем настроение человека. Экономика более постоянная, чем настроение человека. Така нет ничего более нестабильного в этом мире, чем человек единственный, неизменный, стабильный, надежный. Это Бог. И терпение есть тогда, когда есть вера в Бога. Именно в Бога. И без веры ты не будешь действовать без веры в Бога. Посмотрите стихи 6 и 8 этой же главы. Ну да просит с верой у Бога, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Без веры в Бога ты твердо действовать не будешь. Если ты вроде и на Бога, и на человека, но как бы «О, Боже, все, я уже справляюсь», вроде бы там проблески надежды в нем появились. «Все, Боже, дальше мы сами». Нет. Ты либо на Бога уповаешь, либо ты Богу веришь, либо ты не устоишь. Без веры в Бога ты твердо действовать не будешь. Смотрите, согласно первому посланию Коринфянам, 10 глава, 13 стих написано. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но и в искушении пошлет и облегчение, чтобы вы могли перенести». Получается следующее. Бог не дает испытания сверх сил. Бог никогда не позволит в твою жизнь прийти что-то, с чем ты не можешь справиться. Получается, единственная причина, почему я проваливаю испытания, это отсутствие терпения. Я не хочу проходить. Я не хочу с этим разбираться. Я не хочу это терпеть. Отсутствие терпения, которое отсутствует, как раз потому, что ты не веришь. Я не верю, что у Бога есть благая воля для меня. Я не верю, что в этом есть Бог. Я не верю, что Бог это допустил. Я не верю. Поэтому я проходить не буду. У меня нет никакого желания с этим справляться. У меня нет никакого желания это проходить, это переживать. Поэтому у меня нет желания терпеть. И ты проваливаешь испытания не потому, что они сильнее тебя, а потому, что у тебя нет терпения. Ты не веришь. Ты срываешься не потому, что не можешь, а потому, что не хочешь. И у этого не хочу. Причины могут быть разные. Я не хочу, потому что не понимаю, зачем мне это надо. Я не хочу, потому что у меня есть обида, и он заслужил того, чтобы с ним так поступили. Я не хочу просто потому, что не хочу. Такое тоже бывает. Я не хочу, потому что должна быть справедливость. И много других причин. Они могут быть хорошими, могут быть не очень хорошими. Я говорю, не хочу на этом констатировать внимание. Я хочу просто то, что у не хочу могут быть разные причины. И вот, что рекомендует Яков. Есть испытания, есть искушения, в котором необходима вера, необходимо терпение. Вот, что рекомендует Яков в этой же первой главе, только пятым стихом. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Давайте немножко отмотаем назад и как бы заново выстроим этот момент. Во всех испытаниях, во всех искушениях, неудобных ситуациях, Иаков говорит, нам нужна мудрость. Если ты не понимаешь испытания, тебе нужна мудрость. Получается, что без мудрости испытания не пройти. Без мудрости ты не будешь терпеть. Как я сказал, давайте немножко отмотаем назад. Начнем сначала испытания, искушения – это часть нашей жизни. Без них не обойтись. Поженились два несовершенства. У вас родился ребенок, миленький, голубоглазый, двухзубый, кудрявый, но грешник, со своими желаниями, со своими недостатками и всем остальным, что он уследовал от вас, как от родителей. И испытания, трудности, переживания, сложности – это часть жизни, без которых не обойтись. И у них этих искушений, испытаний – это только два результата. Они либо тебя разрушают, либо они тебя закаляют, делают тебя совершенным. И победа в искушении – это результат терпения. Победа в искушении – это результат терпения. Терпение, у которого есть причина. И этой причиной является мудрость, понимание, знание, просвещенность того, что происходит, почему и к чему оно приводит. Ты терпишь не потому, что ты боишься. Ты терпишь не потому, что тебе страшно, не потому, что ты зависишь. Это все плохие причины для терпения. И если жена терпит, потому что боится, что муж опять ее побьет, если жена терпит, потому что она боится, что опять заблагирует карточку ее супруг, это неправильно, это не есть терпение. Это зашуганность, это забитость, это жертва насилия. Но в этом нет ничего правильного, это не терпение, дорогие жены. И если это есть в вашей семье, это не надо терпеть. Идите к служителям, об этом надо говорить. Терпение не связано с грехом. Не надо своим терпением или своим поведением поощрять грех. Грех надо раскрывать и грех надо пресекать. Грех терпеть не надо. И вот здесь я хочу сказать то, что терпение – это активная позиция. Терпение – это не инфантильное такое, знаете, слабое, безвольное состояние, когда тебе по голове прыгают, когда у тебя на шее сидят, когда над тобой издеваются, и ты просто… Это не терпение. Посмотрите, пример терпения является Бог. И его терпение проявлялось не только в том, что он просто… Ну когда же они там… А вообще образумятся ли они? Его терпение – это всегда активная позиция. Пример с потопом, который мы слышали, Бог терпит, и эта позиция активна, демонстративно строится ковчег, как проповедь всем, что за грехи будут последствия. Его долготерпение в спасении – это активная позиция. Он не просто ждет, он проявляет инициативу, он посылает Иисуса Христа, который умирает на кресте, который приносит себя в жертву. Он распространяет Евангелие через апостолов. Терпение или долготерпение – это активная позиция. Когда вы терпите несправедливость, когда вы терпите издевательство со стороны мужа или жены, или родителей – это нетерпение. Терпение – это синдром жен, назовите это как угодно. Нет смысла об этом долго говорить, потому что это неправильно. Терпение – это активная позиция. Когда ты по этому поводу что-то делаешь, ты не просто ждешь, что, может быть, в один день он поймет. Ты принимаешь активную позицию, ты об этом не молчишь, ты об этом говоришь. Вы ищете пути решения этого. Посмотрите, предположим, есть хор, да, и есть Виктор, который руководит хором, и в хоре кто-то фальшивит, и они начинают репетировать, да, в среду, иногда через секло за этим наблюдаю, и говорю, здесь он на самом деле говорит, басы, вы немножко полутоните, да, заново поем. Они заново поют, они говорят, басы, вы опять туда же, да, теперь все молчат, поют только басы, давай репетируем. И он делает это до тех пор, пока они не исправятся. Вот что есть, долготерпение в надежде. Без надежды долготерпение не имеет смысла. И, кстати, надежда, это не, ну, может быть, из вас все-таки что-то в итоге получится. Это не христианская надежда. Надежда христианская, это стопроцентная уверенность в исполнении Божьей воли. В том, что Бог что-то сказал, и он соблюдет. Это слово, вот что есть, надежда. И когда кто-то из басов психонетов скажет, да, вот пою, как умею, не нравится, вот уйду. И лишь бы, чтобы он не ушел, будем терпеть всю его фальшь. Это не терпение. Это попустительство или потакательство. И в семье то же самое. Ну, я такой, какой есть. Не нравится, иди ищи другого или другую. Это не есть терпение. Ты терпишь, ну, какой-никакой, а свой все-таки, да? Нет, это не терпение, братья и сестры. Это грех. Терпение – это активная позиция. И примером долготерпения является Бог, который активен в своей позиции. И я чуть отвлекся, но я подумал, что важно об этом сказать. Итак, правильное терпение – это результат мудрости. Как я сказал до этого, я хотел бы на этом немножко остановиться. Правильное терпение – это результат мудрости. Итак, что это за мудрость и где ее взять, которая помогает терпеть или дает осознание терпения, да? Иаков пишет, что просить эту мудрость надо у Бога, как мы прочитали в пятом стихе. Мудрость – это результат взаимоотношений с Богом. Извините. Мудрость – это результат взаимоотношений с Богом. Мудрость начинается с Богопочитания. Это то, о чем мы читаем в книге притчи, первая глава, седьмой стих. Начало мудрости – страх Господень. Мудрость – это результат взаимоотношений с Богом. Кстати, это только начало мудрости. Если ты боишься Бога, ты не мудрый, ты только начал быть мудрым. Потому что мудрость развивается по мере развития твоих взаимоотношений с Богом. Мудрость развивается по мере развития твоего познания Бога, переживания Бога, опыта взаимоотношений с Богом. Это только начало мудрости. Мудрость начинается с Богопочитания, и она развивается с Богопочитанием, с познанием Бога. Моя способность переносить искушения, получается, это результат моих взаимоотношений с Богом. Моя способность переносить искушения, моя способность терпеть или долго терпеть, это результат моих взаимоотношений с Богом. Поэтому в этой же главе, в 19 стихе, апостол Яков пишет, Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скор на слушание, медленно слова и медленно гнев. Знаете, противоположностью терпения является не воздержание, противоположностью терпения является гордость. То есть, точнее, гнев. Здесь так написано. Противоположностью терпения является гнев. Ну, мы не говорим гнев, мы говорим, меня довели до кипения. Меня просто довели, даже не говорим слово, довели. Как бы такое очень нейтральное, толерантное выражение. Противоположностью терпения является гнев. И чаще всего наше терпение не просто, знаете, терпел-терпел, все, больше терпеть не могу. Теперь я дальше пошел, такой нетерпящий. Нет, я терпел-терпел-терпел, мне надоело терпеть. И когда все мне надоело, я взрываюсь. И этот взрыв очень виден из наших слов. Да, поэтому здесь написано медленно слова и медленно гнев. И здесь у нас выбор очень простой. Либо твое состояние выражается в словах и в гневе, либо оно выражается в послушании слову. Да, и идет речь о Божьем слове. Это видно из контекста, потому что дальше апостол Яков так и говорит. Он говорит, поэтому отложите всякий грех и в кротости примите наслаждаемое слово, которое может вас спасти. И он говорит, будьте исполнители этого слова, да, вникайте в закон, пребывайте в нем и будьте исполнители этого закона, а не только слушатели. Мои отношения с Богом, они развиваются через мое пребывание в Священном Писании. Мое познание Бога, оно происходит через пребывание в Священном Писании и переживание этого Священного Писания. Вообще, знаете, все это послание об искушениях в различных областях нашей жизни. Почитайте дома это послание, оно очень интересное, да. Вторая глава – это искушение лицеприятия. Дальше искушение пустой веры. Напыщенности, набожности внешней такой, искушение необузданного языка, третья глава. Искушение во взаимоотношениях, искушение похотей плоти, искушение в бизнесе, искушение в болезни. Это послание, как проходить различные искушения, испытания. И прямо посреди этого послания, в третьей главе апостол Яков пишет следующее, с 13 стиха по 18. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрую кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сворливость, то не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сворливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Оказывается, мудрость бывает разная. Иногда слушаешь семейную пару, которые выясняют, да, ну пришли за помощью, но выясняют между собой взаимоотношения. Оба очень мудрые. Оба знают друг про друга все и как нужно себя вести ей. Она знает, как надо вести себя ему. И знаете, оба говорят правду. Оба говорят правильные слова. Оба цитируют Священное Писание. Но, кстати, мне кажется, именно это Яков имеет в виду, когда говорит, не лгите на истину. Он говорит, это мудрость, провоцированная, да, или мотивированная твоим желанием, твоего комфорта, чтобы тебе было хорошо, чтобы для тебя сделали, чтобы она или он тебе создали, чтобы вот все тебе, тебе, вокруг тебя провоцировано твоими эмоциями, твоими желаниями, твоей похотью плоти, да, у тебя есть сварливость, у тебя есть зависть, а почему можно, а мне нельзя, а почему она так, а я тоже, да. Он говорит, это мудрость. Ты говоришь правильные вещи. Ты правильно понимаешь, но это душевное следствие твоего, не духовного, а душевного состояния. Это мудрость мирская, а это мудрость бесовская написано. Потому что мудрость Божия, которая приносит мир и созидание, и плод вот этот мирный, она приходит свыше от твоих взаимоотношений с Богом. Это мудрость, это знание, да, как бы, а ты должен то, а ты должна то, да. А вот про мужа, ну так написано, а про мужа первого написано, да, и мы так четенько знаем друг по другу, что написано. Говорит, это спровоцировано твоими желаниями, твоей похотью, твоей душой. Мудрость Божья, правильная мудрость, которая помогает пройти в терпении эти ситуации, она приходит от взаимоотношений с Богом, от изучения Священного Писания. Мудрость свыше, как результат взаимоотношений с Богом. Знаете, и свои взаимоотношения с Богом я строю исключительно через пребывание в Слове. Я познаю Бога через Его Слово. Поэтому я хотел бы еще раз напомнить стих 19. Ты либо не желаешь терпеть и гневаешься, либо ты желаешь перенести и принимаешь Слово, растешь во взаимоотношениях с Богом. Поэтому, знаете, моя жена очень быстро может определить, когда я не почитал Библию. Да и дети тоже. Очень просто все лезет наружу. Потому что во взаимоотношениях либо есть терпение по отношению друг к другу, да, любовь в терпении проявляется. Мы читаем, любовь долго терпит, да. Поэтому все эти плоды Духа, они между собой взаимосвязаны. Ты не можешь сказать, я очень люблю, но терпеть ее больше не могу. А это не есть любовь, да. Так вот, есть вот терпение по отношению друг к другу, есть другие, как когда ты пребываешь в Слове, когда ты пребываешь в этой Божьей мудрости, да, и ты видишь, как решить, как активно долго терпеть, какую позицию необходимо принять. Знаете, как любое другое качество, терпение легче потерять, забросить, извините за грубость, забить на него, чем его развивать. Как и любое другое хорошее качество. И зная все это, апостол Павел, скорее всего, в книге «Послание к евреям», в своем письме к евреям, в 11, в 10 главе, точнее, в 36 стихе, пишет следующее. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». И дальше он приводит список людей, и то, что мы привыкли называть героями веры, да, 11 глава, которая говорит о том, что люди были в Священном Писании, которые переживали определенные обстоятельства, и все их геройство веры заключалось в том, что они переносили страдания, комфорт, испытания, неудобства, избирали Божью волю, избирали Божью позицию, да, Божью сторону, вопреки своим желаниям, похоти, богатства и всего остального. Говорит, и они в итоге достигли, потому что у них было терпение пройти через все это, и поэтому, заканчивая эту главу, в начале 12, он говорит с 1 стиха, «И мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». С терпением. Говорит, терпение нужно вам. Мы терпим в надежде на результат. В результат от Бога мы терпим в надежде на результат. С детьми мы терпим, знаете, пока они маленькие, мы меняем пары памперсов, мы их моем в надежде, что они научатся ходить на горшок. Мы учим их говорить в надежде, что они скоро заговорят. Мы учим их ходить, потому что мы знаем, что скоро, если мы будем их учить, они начнут ходить. Мы делаем это в надежде, мы терпеливо, он падает, мы давай заново. Когда мы чему-то учимся, мы раз за разом это делаем, потому что есть ожидание, что будет результат. Но почему-то, когда касается взаимоотношений друг с другом, этого терпения, этой веры нет. У нас этой веры не хватает, потому что мы надеемся на человека, что он что-то сделает, а не Бог произведет в нем свое действие. Опять же таки, то же самое послание Якова, первая глава, только 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Знаете, ты не можешь сказать, что терпение заканчивается где-то на 60% или на 90%. Говорит, тебе нужно преодолеть. Терпение засчитывается или приносит результат, приносит награду тогда, когда оно было до конца. Когда ты не сдался, когда это происходит до конца. И это твой выбор, делать это раз за разом, занимать активную позицию раз за разом, перешагивая через какие-то вещи, которые тебе не нравятся, в надежде, что Бог что-то сделает. Знаете, на этой конференции в Европе, где я был, была одна девушка молодая, подружка моей дочери. И вот я, дочка с ней дружит, и вот я, наконец, с ней познакомился вживую. И она начала меня называть папа. Папа, папа, я думаю, ладно, было хоть это чуть непонятно, она называла меня папой. И мне было интересно, почему это происходит. И один раз мы ехали, когда у нас было пару часов в дороге, мы пообщались. И она рассказала свою историю. Мама ушла от папы, когда она была очень маленькой. Ее никогда в жизни папы не было. Она всегда хотела, чтобы у нее был папа. И впервые она в создательном возрасте увидела папу, когда ей было 17 лет. Мама бросила папу, потому что папа очень сильно пил. Пил, что это невозможно было терпеть. И, говорит, когда она с ним в 17 лет познакомилась, она еще сама верующая не была, хотя из верующей семьи. Она говорила папе о Боге, ничего не происходило. Она говорит, в процессе я покаялась сама, приняла крещение. Говорит, я заметил, когда я начала говорить папе, и вот после этого реакция его изменилась, он начал вести себя по-другому. Я подумал о том, что эта девушка, которая 17 лет, которая никогда не имела отца, которая хотела иметь отца, которая хочет иметь отца, смогла перешагнуть через какую-то обиду на папу, на какие-то недовольства, на справедливые претензии к своему отцу-алкоголику, перешагнуть через все это и начать рассказывать ему о Боге, говорить ему о покаянии, говорить ему о новой жизни, о том, что Бог может помочь, Бог может избавить, Бог может дать новую жизнь, и раз за разом это говорить. Каждый раз, когда она встречалась, она говорила ему о Боге. Говорит, когда последний раз мы встретились, он говорит, дочь, ты знаешь, я уже две недели не пью. Говорит, для моего папы не пить две недели, это равносильно новой жизни. Говорит, мы последний раз пообщались, и она опять ему говорила о Боге, и говорит, и мы расстались. Говорит, у меня всегда была мечта, чтобы наша семья была христианской и папа был пастором. Говорит, вот ночью мне снится сон. Именно про нашу христианскую семью и то, что папа пастор. Говорит, я утром просыпаюсь, такая вдохновленная, да, и звоню папе рассказать об этом сне. Говорит, я не могу дозвониться, он не берет трубку. Я звоню позже, он не берет. Два дня она не может до него дозвониться, после чего она узнает, что его накрыло ракетным ударом, и он погиб. И она говорит, я переживала сильно, для меня было важно понять и узнать, что произошло. Именно с папой. Говорит, я молилась, говорю, Бог, покажи мне, скажи мне, если папа покаялся, дай мне с ним пообщаться. И говорит, и Бог мне дал эту возможность, сделал этот подарок, говорит, ночью. Говорит, он мне дал поговорить с папой. Говорит, и в конце нашего общения, он говорит, ладно, доча, мне надо идти к Иисусу. У нее было миллион вопросов к отцу. Как он мог так с ними поступить? Бросить семью, поставить алкоголь выше. И почему-то она смогла через все это переступить и терпеливо раз за разом не говорить о своих нуждах, о своей боли, о своих недовольствах, а говорить о Христе. Говорить о Христе, который меняет, о Христе, который спасает. И это приносит свой результат. Не потому, что она верила в папу, а потому, что она верила, что Бог спасает. В конце этого послания апостол Павел, точнее, апостол Яков, как и сказал, это все послание об испытаниях, он говорит следующее. Пятая глава, седьмой стих, он делает вывод и говорит, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот это последний момент. Как долго терпеть? Где заканчивается терпение? Во-первых, я не говорю терпение как греху, не надо поощрять грех бездействия, но где вот заканчивается это активное? Когда надо перестать работать? Когда надо перестать говорить? Когда надо перестать молиться за человека? Когда надо перестать работать над семейными взаимоотношениями? Будьте долготерпеливы до дня пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранее и поздней. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне близко. Не считуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными, вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. И нам на самом деле удобно с терпеливыми людьми, правда? Те, кто нас терпит, покрывает и заново терпит, так удобно с терпеливыми людьми. И нам хочется, чтобы с нами были терпеливыми. Яков говорит, долготерпите и вы. Долготерпение приводит к спасению. Это Божье качество, которое дано нам, несовершенным людям, чтобы мы выстраивали взаимоотношения, строили крепкие семьи, жен, мужей, родителей и детей до дня пришествия Господня. Аминь. Давайте помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова